Международный валютный фонд это такой своеобразный, если хотите, помощник, который ты можешь задействовать, а можешь не задействовать. И вот этот уровень доверия заставил иностранцев, иностранных кредиторов соглашаться на то, что они могут давать деньги под более низкий процент. То есть тут есть масса таких проблем, которые нуждаются вот в дискуссии, их надо проговорить. Олег, приветствую вас. Здравствуйте. Вы советник президента по экономическим вопросам, по совместительству. Вы слуга МВФ? Я бы вот что сказал. Да, действительно, развернулась дискуссия по поводу того, в итоге МВФ нужен и кто кому служит. В моем понимании вот что. Международный валютный фонд это такой своеобразный, если хотите, помощник, который ты можешь задействовать, а можешь не задействовать. Можешь и сам пробиваться сквозь чащу леса и дойти вполне до населенного пункта и самостоятельно. Вопрос просто, сколько ты энергии на это и стратишь, и вообще хватает ли у тебя сил. У тебя за спиной есть этот рюкзачок, где были бы какие-нибудь консервы, мясные, и краюшка хлеба, и есть ли у тебя возможность где-нибудь там воду найти во время этого пути. Вот надо оценить свои силы. Что я бы сказал. Да, действительно, МВФ рассматривается в любой стране и в Украине. В частности, рассматривается как такой вот своеобразный источник получения не просто тогда финансового ресурса, а валюты. Валюта, которая нужна страну для того, чтобы сохранить такую относительную финансовую стабильность, если у тебя есть какие-то большие вызовы впереди. Если думать по поводу программы с МВФ, то, на мой взгляд, действительно МВФ настроен очень оптимистично, и они хотели бы начать программу с Украиной. Программа будет не такая объемная, как мне представлялось изначально. Я понимаю, что мы говорим с вами о том, что мы уйдем из программы, которая была раньше. Она называлась Standby Program. Вот такая программа краткосрочного финансирования. Вроде только на один год рассчитана, но, к слову сказать, она же была провалена. То есть из тех денег, которые были предусмотрены... Мы получили только один транш. Мы получили, выбрали фактически чуть больше, чем половина денег, которые могли выбрать вот за этот период времени, за этот год. Эта программа фактически мертвая, она не живая и не активной фазе находится. И речь идет о том, что откроется новая программа. Сейчас, я секундочку. Вот, Олег, просто уточнить сразу, вы обязательно вот эту мысль продолжите. Просто вот за последние пять лет мы уже две программы провалили. Первая программа, я уже забыла, как она называлась. Там мы с 12 траншем в 4 получили. В этот раз мы и получили... Она называлась программа расширенного кредитования. Расширенного кредитования. Вот. Потом пересмотрели, сделали Standby. Еще раз провалили. Еще раз провалили. В декабре месяце мы получили первый транш. И должны были в марте, там с марта по май где-то получить второй. Когда нам давали первый транш, то говорили, что МВФ, что не смущает их. То, что выборы у нас президентские, то, что выборы у нас парламентские, не смущало. И вот, как мы увидели, все-таки смутило. Или что мы не выполнили, что нужно опять программу перестраивать. И что тогда мы в этот раз должны пообещать и выполнить МВФ, чтобы в этот раз нам больше одного транша пришло. Ну, во-первых, я бы вот что сказал. Любая программа, которая хоть когда-либо начиналась в Украине, на моей памяти, со времен независимости получения Украины, она всегда проваливалась. Она никогда не доходила до логического конца. Логическим концом было всегда то, что Украина, в какой-то момент времени взявшая на себя определенные обязательства, просто отказывалась их выполнять. Это обычная практика для Украины. Нельзя сказать, что МВФ первый день замужем, они представляли, что такая система работы у них в Украине практически всегда. Когда ты договариваешься с МВФ, ты берешь на себя какие-то обязательства. У тебя есть кредитор, ты просишь деньги, деньги ты просишь, потому что у тебя какие-то сложности в твоей жизни возникают. Сложность жизни Украины в этом году, которая уже заканчивается, состояла в том, что у нас должно было быть два пика политических цикла. И вот для того, чтобы пережить эти пики политических циклов, да еще и на фоне того, что нам надо было возвращать наши внешние долги, нам нужно было финансирование иностранное. И нам надо было где-то подпитаться деньгами. Где можно было подпитаться? Можно было идти на внешние рынки заимствования капитала. Только проблема состояла в том, что на этих внешних рынках заимствования капитала, если бы Украина самостоятельно вышла, она одалживала под 9,75%. Это именно вот величина почти 10%, под которую украинское министерство финансово одолжило деньги уже в последние месяцы пребывания предыдущей администрации у власти. После этого программа... А МВФ какой процент вам дает? Международный валютный фонд, мы говорим, скажем, где-то о 3%. Вообще, в принципе, Международный валютный фонд, это тебя подпитывает денежным ресурсом, вот помогает тебе пережить какие-то большие выплаты, которые могут быть в твоей стране. И это тоже возможность и деньги получить, и открыть финансирование из других источников. Вот почему в Вашингтоне говорят, что у МВФ есть ключи от ворот. Если они есть, то остальные институциональные инвесторы тоже заходят в страну. Не инвесторы, а кредиторы, правильно сказать. Кредиторы заходят в страну, Мировой банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. И стоимость твоих заимствований на внешнем рынке капитала становится дешевле. Но вот вы помните эту цифру 10%, когда мы одолжили в последние недели прежней администрации, или месяцы прежней администрации, находившейся у власти. После этого произошло изменение в стране, новая администрация, вроде бы еще не было нового парламента, только подготовка к выборам. В тот период времени наш кабинет министров получает приставки ИО, и вот эти приставки ИО означают, что подождите, не с кем больше договариваться. У вас этот кабмин возьмет на себя обязательства. И понятно, что судя по тем рейтингам, которые есть, произойдет смена. Смена политического элиты. По крайней мере, смена в кабмине должна произойти. И для того, чтобы вести дальше переговоры, нам надо знать гарантированно, это их логика, знать гарантированно, кто остается в кабмине. И поэтому, пока у вас нет нового кабмина, давайте поставим пока это все на паузу. И вот на этой точке остановилось наше сотрудничество с Международным валютным фондом. Сейчас уже есть новый кабмин, сейчас уже есть новая Верховная Рада. Продолжает оставаться тот же национальный банк, ну, по крайней мере, в прежнем своем правлении. И есть новый президент. И вот даже вот на ожидании того, что должны были быть изменения, и Международный валютный фонд вроде как существовал, но только существовал на бумаге, в тот период времени Украина смогла выйти на внешние рынки заимствования капитала и одолжить в евро, правда, не в долларах, а в евро под 6,75%. То было 9,75%, а то 6,75%. Ничего не изменилось. Макроэкономические основы в стране не поменялись. Они как были, вот теми, как есть, так и не оставались такими, как они были и как они фактически есть. Но уровень доверия к Украине изменился. И вот этот уровень доверия заставил иностранцев, иностранных кредиторов соглашаться на то, что они могут давать деньги под более низкий процент. Международный валютный фонд справедливо предлагает новую программу, но тоже спрашивает, а какие обязательства вы, дамы и господа, на себя берете. И вот эта новая программа, которая может быть открыта в Украине, это программа на 5,5 или 5-7, скажем, миллиардов долларов. То есть это не такая уже объемная программа, если вспомнить... Ну, предыдущая что-то 3,6, кажется, было. 3,9, но если вы вспомните вот ту программу, о которой вы говорили прежнее, тоже Extended Fund Facility Program, когда, вот помните, это страшная реструктуризация наших европейских бандов. В 2015 году, да? В 2015 году. Та программа была более чем на 10 миллиардов долларов. То есть сейчас эта программа будет небольшая. С одной стороны, это характеризует то, что не так нужны эти деньги. Было бы неплохо, чтобы они были, но это не катастрофическая потребность в этих деньгах. Первое. А второе, это тоже, и это несмотря на большие выплаты, которые у нас идут. И второе, то, что это сигнал того, что в принципе Украина более не менее начинает становиться на ноги и может сама выходить на внешние рынки заимствования капитала. Интерес к Украине достаточно большой. Он сейчас большой в плане и возможностей экономического роста и перспектив развития страны, по крайней мере, на внешних площадках. С другой стороны, мы фактически на каждой фронт-пэйджде любой западной газеты. В плохих привязках, но мы там будем существовать. А нас знают, тебе уже не надо доказывать, откуда ты и о чем вообще идет речь, и где эта страна. То есть в мире все знают по поводу Украины. Что там, где работал сын Байдена. Да, это страна, где работал кто-то из прежней администрации. И почему здесь все у вас в Соединенных Штатах или в Европе закручивается, это во многом источник идет из Украины. Они знают, по крайней мере, об этом. Но, тоже неправильно думать, вот если я думаю по поводу следующего года. В принципе, потребность валюте на следующий год это около 10 миллиардов долларов. Почему это 10 миллиардов долларов? Потому что 5 миллиардов долларов это деньги, которые мы должны с вами вернуть нашим иностранным кредиторам. Мы, кстати, начинаем уже обслуживать активно те европейские банды, которые были выпущены, вернее, реструктуризированы вот тогда, в 2015 году. Мы тоже, у нас есть такое понятие, называется торговый дефицит, который является первопричиной для формирования, экономисты называют это дефицит счета текущих операций. Он тоже нуждается в финансировании. Он тоже в следующем году может быть вот так вот по максимуму. Я бы предположил, что он будет в районе около тоже 5 миллиардов долларов. Все вместе, 5 миллиардов, это то, что мы должны вернуть, плюс 5 миллиардов долларов, это вот этот дефицит счета текущих операций. Почему он возникает? Потому что если у тебя импорт выше, чем твой экспорт, то у тебя есть такой торговый разрыв, который там еще наслаивается, и его надо тоже финансировать, если ты только не хочешь большой девальвации. И вот это все вместе 10 миллиардов долларов. С другой стороны, у нас есть премьер, который говорит о том, что мы будем закачивать активно валюту в страну по статье «Прямые иностранные инвестиции». Мы просто, в принципе, должны быть с вами фанатами того, что если у тебя есть возможность заместить один источник финансирования другим, вместо того, чтобы брать кредитный ресурс, ты можешь брать инвестиции. Инвестиции, они зашли в страну, они остаются у тебя, они помогают твоей жизни, они развивают твою экономику, а кредитный ресурс, они тебе тоже зашли, они тебе дают возможность. Вы знаете, мы уже слышали, просто мы уже, мы украинцы привыкли, ведь слышать интересные вещи про гиперлуп, слышали, сейчас мы слышим про 50 миллиардов инвестиций. Это прекрасная идея, мы этого очень ждем, только совсем непонятно, насколько, ну, насколько это, во-первых, гарантировано, да, чтобы говорить о том, что, ну, там, нам денег хватит, и, второе, как это будет реализовываться, то есть, почему вдруг все хлынут к нам? Точно все к нам не хлынут, мир меняется, в мире есть такие серьезнейшие подвижки, разные точки напряжения, Соединенные Штаты Америки, Китай, торговая война между ними, Российская Федерация Европы, Российская Федерация Соединенные Штаты Америки, внутри Европы есть серьезное напряжение, есть серьезное напряжение в других регионах, например, если думать по поводу Ближнего Востока, все это означает, что инвесторы сейчас, вот психология любого инвестора сейчас, он напуган тем, что происходит в мире, и тот, кто очень сильно пугливый, кто очень боится, называется, с высоким уровнем неприятия риска, он, скорее всего, возьмет свои деньги и попытается вывозить их в тихие гавани, для них тихой гаванью, относительно тихой гаванью, будет либо Европа, либо Штаты, они будут выдымать свои деньги с этих нестабильных рынков, коим мы сами относимся. С другой стороны, вот эти страны, к которым мы относимся, страны, которые нуждаются в дополнительном росте, они понимают, что этот дополнительный рост ты можешь совершить во многом благодаря притоку инвестиций, не кредитного ресурса, а инвестиций, и они начинают драться, конкурировать за этот инвестиционный ресурс. И получается, что, с одной стороны, у тебя есть два процесса разнонаправленных. С одной стороны, у тебя есть испуг инвесторов, которые выводят свои деньги в тихие гавани, с другой стороны, драка становится все более и более ожесточеннее из тех, кто хочет привлечь на себя вот этот дополнительный финансовый ресурс в виде инвестиций. И получается, что уровень конкуренции у тебя начинает резко возрастать. Поэтому ответ на ваш вопрос простой, гарантированный или нет? Нет, конечно, не гарантированно. С другой стороны, я думаю, по поводу нашей новейшей экономической истории, в которой было два года, когда мы с вами получали по 10 миллиардов долларов притока инвестиций. 10 миллиардов долларов притока инвестиций на фоне тех трех, при хорошем раскладе, которые мы получим в этом году, это огромнейшая разница. Каждый дополнительный миллиард долларов инвестиций, которые заходят в страну, он может дать тебе дополнительный прирост экономический, ну скажем, в пределах от 0.1 до 0.5%. То есть при хорошем раскладе ты можешь получить плюс 5% к твоему естественному уровню экономического роста просто за счет, например, получения 10 миллиардов долларов притока инвестиций. Поэтому, когда Гончарук говорит по поводу того, что он хочет привлечь вот такую-то сумму инвестиций, это законное желание, он именно должен этого хотеть. У него должен быть серьезный амбициозный план по поводу привлечения инвестиций в страну. Мы с вами тоже в этом заинтересованы, потому что это даст возможность расти нашей экономике. Конечно, мы заинтересованы, просто мы не совсем понимаем, откуда этот оптимизм. То есть мы одобряем оптимизм, мы хотели бы его разделять, но мы не совсем понимаем, как бы стоит ли. Не преступный ли это оптимизм? И да, и нет. И это очень правильный вопрос. И да, и нет. Вот почему, когда я смотрю, например, в государственный бюджет следующего года, я хотел бы видеть наиболее консервативный сценарий развития ситуации. Я не хочу видеть в бюджете следующего года, например, экономический рост на уровне, скажем, 7%. А именно такой рост бы коррелировался с тем, о чем говорит сам премьер. Я хотел бы видеть рост в районе, скажем, около, по крайней мере, прописанный, 3-4%. Но я хочу видеть по факту гораздо больший рост. Я не допущу, чтобы премьер поставил в наш бюджет рост более оптимистичный, чем он может быть. Почему это опасно? Потому что если ты завысишь оценку своего роста, а по факту получишь темпы экономического роста ниже, то ты тогда рискуешь тем, что твоя расходная часть государственного... Во-первых, ты доходов меньше получишь в госбюджет, а во-вторых, твоя расходная часть государственного бюджета находится в серьезной зоне риска. Я не хочу повесить на украинских налогоплательщиков, на нас с вами, ни малейшего риска. Ни малейшего риска. Но премьер должен бороться и биться головой об стену для того, чтобы получить и пытаться пробить своей головой эту бетонную стену, для того, чтобы выдолбить вот это окно, которое закачает к нам сюда инвестиции, для того, чтобы мы получили с вами вот тот необходимый рост, о котором он сам же и его кабинет говорит. Почему? И тогда, если ты получаешь этот рост, тогда у тебя есть возможность выполнять социальные программы дополнительно, тогда ты можешь ремонтировать мосты, тоннели, строить дороги и увеличивать социальные выплаты своим гражданам. Но тогда задача для наших депутатов Верховной Рады, всех, вне зависимости от их фракций и политического спектра, состоит в том, чтобы заложить механизм распределения вот этих средств, которые, может быть, если все хорошо будет складываться, а мы надеемся, что будет хорошо складываться, страна сможет получить. Но тоже помните все-таки, что мы живем в нестабильном мире, все время подвижном, и у нас есть масса рисков. А что будет, если вдруг возникнет серьезный мировой экономический кризис? А что будет, если история, например, Турция-Сирия будет развиваться по негативному сценарию? Да, вот этот вход турецких войск на территорию Сирии. А что будет, если возникнут реально серьезные проблемы еще большего характера, по сравнению с тем, который мы сейчас видим, политического характера между Китаем и Соединенными Штатами Америки? Сейчас это просто торговая война. А что будет, если вы посмотрите, по ком бьет Соединенные Штаты Америки? Они бьют по тем, у кого есть серьезный торговый дефицит. У них торговый дефицит большой с Китаем, Китай получил торговую войну. А следующее в Европе, например, у кого есть большой торговый дефицит с Соединенными Штатами Америки? Это Германия. Германия. Самый большой дефицит внутри Европы. Мы уверены в том, что там не будет дополнительной точки напряжения. Мы уверены в том, что, например, автопром Германии будет нормально продаваться, как и продавался раньше, относительно нормально, на территории Соединенных Штатов Америки. А все вот эти подвижки, они могут в один момент, вот просто по велению волшебной палочки, привести к широкомасштабному финансовому кризису. И тогда проблемы могут возникнуть у всех, в том числе и у украинской экономики. И тогда этот бюджет и 33-процентным ростом будет казаться шикарной. Это понятно. Мы тут, конечно, это прогнозировать не можем. Я вот последний вопрос хочу по поводу, вот мы с вами начали, с МВФ, да, и о том, что мы ждем этой программы. Вопрос, мы сейчас много говорим о красных линиях, которые нельзя перейти в вопросе Донбасса, да, оккупированного. Что касается переговоров с МВФ, вот какие здесь красные линии мы не должны перейти, потому что мы ведь давно очень слышим о том, что именно МВФ хотели рынок земли в Украине, именно МВФ там не хотят понижения тарифов, и они сейчас не понижаются. То есть вот эти вот вещи, какие подводные камни могут быть в этой программе, и что, на ваш взгляд, Гончарук, Владимир Зеленский не должны перейти? Ну, во-первых, в программе точно нет упоминания вопросов, связанных с рынком земли. Если это было в предыдущих программах, то в этой программе этого нет. Потому что мы сами предлагаем это сделать. Этого нет, и это внутренняя дискуссия, которая идет в Украине. Но если вы посмотрите, как шла предвыборная кампания, вы увидите, что очень многие кандидаты в президенты и политические силы говорили в той или иной форме о рынке земли. В моем понимании рынку земли быть. Вопрос просто в тактике. И стратегически мы будем двигаться к этому. Может быть не сразу, может быть более длительная перспектива, но это движение направленное. Мы понимаем, что так должно быть. Другой вопрос в тактических вопросах, которые нуждаются в поиске реального компромисса. Кому сколько земли? Как забрать землю, если она не так используется? Какие экологические стандарты? Ведь мы же за всеми этими разговорами забываем, например, такие важные проблемы, как то, что вполне вероятным является история сейчас, например, где-нибудь в Черниговской области или в Полтавской области, когда летит кукурузник и сбрасывает химические удобрения и средства защиты растений не только над своими полями, а залетая на территорию, например, окрестных сел. А кто контролирует сейчас поступление вообще этих химикатов в землю? Теоретически оно должно контролироваться. Но почему тогда в Черниговской области, в какой-нибудь там деревне Бобрик и в селах вокруг Миргорода в Полтавской области заражены водоемы и заражены колодцы, где ты реально не можешь пить воду, потому что ты рискуешь отравиться? Там такого рода есть проблема. То есть тут есть масса таких проблем, которые нуждаются в дискуссии, их надо проговорить. Поэтому рынок земли, это очень красиво звучит, но в реальности до этого рынка земли или вы вместе с этим рынком земли, надо еще обсуждать массу смежных вопросов. 1 октября 2020 года то, что господин Гончарук анонсировал. 1 октября 2020 года и президент говорил. Вот, пожалуйста, но президент стратег. Он сказал, что до 1 октября 2020 года найдите решение, как вы собираетесь это делать. Пожалуйста, все должны принять участие в этой дискуссии. Все, там есть масса вопросов, которые нуждаются в обсуждении. Вот я говорю, вплоть до того, что ты получил эту землю, но ты ее не так используешь, как надо, или нарушаешь ее вооборот. Мы заберем у тебя эту землю? И как мы заберем? Какой механизм? Там есть масса вопросов, которые надо обсуждать. Но поэтому, что касается рынка земли, то это просто не относится к переговорному процессу. Хорошо, давайте по красным линиям коротко пройдем. А вот, кстати, сказать по красным линиям, то, что обсуждается по поводу Донбасса. Я бы вернул вас в речь президента Украины, который говорил по поводу, вообще в инаугурационную речь, когда он говорит по поводу того, что я не хочу, чтобы народ Украины больше плакал. Но он имеет в виду весь народ Украины, в том числе и то население наше, тот наш народ, который находится на территории неподконтрольных для нас сейчас территориях. Там серьезнейшая гуманитарная катастрофа. Вопрос, который тоже нуждается в дискуссии, в обсуждении, это мир будет установлен. Рано или поздно мир будет установлен. Есть политическая воля на мир, есть желание. Да и вообще сама логика процесса, она идет к миру. Мир не движется к войне. Мир глобально, он и должен идти к миру, и это совершенно очевидно. Но там есть масса вопросов, которые тоже связаны с финансами и с экономикой. А что делать с шахтами, которые сейчас не используются, которые затоплены? А что делать с водой в тех регионах, где фактически она пришла в совершеннейшую негодность? И там надо будет решить немедленно эти вопросы после того, когда территория будет уже контролируема центральным украинским правительством. А что делать с людьми, которые не получают сейчас лекарства, а должны были бы их получать? А есть огромное количество людей, которые нуждаются в постоянном медикаментозном обслуживании и которые не могут купить эти медикаменты на других территориях, только на нашей, только на украинской территории. А что касается Международного валютного фонда, то там более-менее все понятно. То есть стратегически мы должны решить, мы движемся с Международным валютным фондом или нет. Если мы не движемся с Международным валютным фондом, то покажите мне как экономисту, где мы возьмем закачку 10 миллиардов долларов. Если Гончарук в состоянии обеспечить приток инвестиций в объеме 10 миллиардов в следующем году, то тогда я вам скажу, что вам не нужен Международный валютный фонд. Просто не нужен. Если у вас идет закачка 10 миллиардов долларов по притоку прямых иностранных инвестиций. Если украинское правительство в состоянии выйти и одалживать деньги на международных рынках заимствования капитала под приемлемые проценты, то пожалуйста, тогда тоже решайте, надо вам Международный валютный фонд или нет. Но смотрите тогда на это с открытыми глазами. Резервы 23 миллиарда долларов, достаточно неплохие резервы. Финансовая стабильность может быть обеспечена. Но вы готовы, например, если вдруг рисковая ситуация, мы готовы, все мы с вами, вот граждане Украины, мы готовы на то, что может пойти серьезное девальвационное давление и мы уйдем из того курса, в котором мы находимся. То есть там есть масса таких вот сопутствующих вопросов, которые в принципе, глобальный вопрос надо ответить, на что мы готовы, чем мы готовы жертвовать, раз. Второе, надо понимать, что требования Международного валютного фонда, они объективны, просто объективны. Они ничего не хотят там сверхъестественного. Что в чем проблема? В том, что ты говоришь прекрати жить на широкую ногу, если у тебя нет денег. Но мы же так рассуждаем в наших обычных дискуссиях. Не живи на широкую ногу, если у тебя нет денег. Поэтому требование уменьшить дефицит государственного бюджета до 2,5% ВВП, то есть там сколько это, около 4 миллиардов долларов, то это вполне логичное требование. Ну не живи, у тебя же нет денег. Если у тебя есть дефицит, иди одалживай. Но это же тоже путь в никуда. Если у тебя есть проблемы, связанные с коррупцией, то, слушай, милый мой, снижай свой уровень коррупции. Если у нас через, по различным оценкам, через коррупционные каналы в среднем год движется от 10 миллиардов долларов, то, пожалуйста, если ты в два раза снижаешь уровень коррупции, то у тебя получает твой бюджет дополнительные 5 миллиардов долларов. У тебя есть 5 миллиардов долларов, которые ты можешь получить от коррупции, я имею ввиду от снижения коррупции, и у тебя есть 5 миллиардов, или кто-то, действительно, кто-то сейчас может их получить так. И у тебя есть 5 миллиардов долларов, которые ты можешь получить от Международного валютного фонда. Ты в состоянии это сделать? Делай, пожалуйста. Все в твоих руках. У нас просто привыкли все время критиковать Международный валютный фонд. Вспомните опыт Исландии, которая в кризис, там когда он, 17, нет, 12, да, 2008, 2007-2008 год. Кризис 2007-2008 года. Исландия открывает программу с Международным валютным фондом на 3 года, заканчивает за 2-2,5 года. Просто заканчивает раньше. Потому что все сама сделала, все они делали больше, чем хотел от них Международный валютный фонд. А у нас эти постоянные заклинания. Не дадим провести приватизацию. Чего ты не дашь провести приватизацию? Не хочешь приватизацию проводить? Ну тогда живи и радуйся тому, что есть кто-то, кто контролирует государственное предприятие. Живет вроде как на зарплату в 5-10 тысяч гривен. При этом ездит на Мерседесе последние марки. А целый ряд политических сил и игроков на украинских площадках будут бороться за то, кто контролирует вот эту государственную монополию. Это государственное предприятие. Кто ходит с лукошком, собирая вот эти золотые яйца, которые вдруг несет эта курица в виде украинского государства или украинских государственных предприятий. Ни мы, ни украинские налогоплательщики. Нет, 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 ну смотрите, подождите, у нас новый президент, новый парламент, новый кабинет министров, новые губернаторы, новая СБУ, новая генпрокуратура. Ну, как бы, почему опять кто-то должен, ну, то есть в первую очередь голосовали за, скажем так, молодых и не очень опытных, потому что честные. Правильно? Ну вот была же такая позиция, да, что вот эти воровать не будут. Так почему мы опять рассчитываем, что государственные предприятия кто-то, ну, извините за нехорошее слово, будет доить? Но ведь новые же пришли. В моем, ну, это вопрос вообще очень-очень глубокий. Но в моем понимании ситуация такая в Украине, как она есть, из-за нескольких причин. Первая большая причина это то, что у нас есть олигархат. И этот олигархат заинтересован в консервации ситуации, которая есть в Украине. Вот как бы они там ни бились, они заинтересованы в консервации ситуации. Им не надо рассказ по поводу экономиста демонополизировать экономику, развить конкуренцию, сделать честными суды, снизить уровень коррупции. Им это не надо, они хотят консервации, потому что это дает возможность им получать ренту или собирать вот эти какие-то преимущества, получать бенефиты от того, что они работают вне конкурентной экономики. У них есть влияние там на политические силы, на отдельных политиков. Вот, это одна сторона. Вторая сторона состоит в том, что у тебя есть в этой экономике, равно как и в ряде других экономик мира, но здесь у нас тоже это есть, это криминализация, высокий уровень криминализации, в том числе не просто жизни и страны, а экономики. У тебя есть олигархи, связанные с этим криминалитет, который реально может контролировать ситуацию, и это не новость, потому что когда Болгария и Румыния в мировой практике, когда Болгария и Румыния вступали в Европейский Союз, им откладывали вступление в Европейский Союз по двум причинам. Высокий уровень коррупции и слабая борьба с ней, и вторая это высокий уровень криминализации. Поэтому здесь мы не что-то такое новое открываем, это мы все прекрасно с вами понимаем, и это прописано в мировой экономической литературе. Ну и есть серьезная третья проблема, у тебя есть чиновничий аппарат, который в принципе как и заинтересован в том, чтобы первая группа и вторая группа оставались, и первая группа в лице олигархов, и вторая в лице криминалитета, в принципе заинтересованы в том, чтобы у тебя был вот этот коррумпированный чиновничий аппарат. Поэтому когда мы говорим, что у нас есть все новые лица, ну это такая, знаете, относительная условность. Президент новый, парламент новый, по крайней мере во многом новый, кабинет министров частично новый. А что происходит там на более низком уровне? А директор Одесского припортового завода старый, ну то есть вот такого плана. Да, начальник транспортного цеха все тот же, поэтому тут есть большое количество вопросов тоже. И потом тоже, в общем-то, мы должны были бы с вами ждать подвижек, и мы ждем этих подвижек. Но знаете, что вот что я хотел бы сказать, что не все меряется экономикой. Экономика это один из очень важных измерителей, но не все. Для меня показательно будет, что все становится хорошо. Это не когда мы будем показывать там за 5 лет 40% роста, как сказал премьер. Для меня будет показательно ситуация лучше и гораздо лучше, не когда мы с вами получим 10 миллиардов долларов инвестиций в год. Для меня ситуация будет лучше, когда я увижу изменения в позитивную сторону статистики по миграции нашей. Для меня это является основной производной, первой производной от большой функции, от функции того, от чего тут вообще происходит в стране и какое качество здесь ситуации в стране. И если вот эта первая производная будет со знаком плюс, если лучше ситуация, то для меня это означает, что все, миграция как минимум она должна уменьшиться. На следующем этапе я хочу видеть не просто уменьшение миграции, я хочу видеть остановку миграции. А на третьем этапе я хочу видеть то, что те, кто уехал, начинают возвращаться на свою базу, в свою родную страну, где они могут нормально общаться, где они могут нормально жить. Просто экономика это будет частью этой большой истории. Но остановка миграции, она будет связана с тем, что будут рабочие места и конкурентная заработная плата. Ведь мы же понимаем, что большинство людей, которые уезжают, они не потому, что они такие не патриоты, а потому, что они хотят обеспечивать свои семьи. Это правда. Вот за счет чего это будет? Это правда. Но еще раз говорю, что не только заработная плата. Это очень-очень-очень важно. Очень важно. Но не только заработная плата. Вопрос личной безопасности. Вопрос возможности, перспектив для себя самого и для своей семьи, для своих детей. Это тоже то, что рассматривается украинцами, равно как и любым бы другим народом в любой другой бы стране. Вопросы, связанные со свободой. Говорить на том языке, на котором ты хочешь, и ходить в ту церковь, в которую ты хочешь. Или вообще никуда не ходить и вообще молчать. То есть свобода. Тоже свобода во многом артикулирует поведение или определяет поведение людей, которые потом вроде как артикулируются нами просто в экономику. Зарплата важна. Но вы совершенно правильно ставите вопрос. А как быть в итоге с заработной платой? Ты ничего не сделаешь со своей заработной платой ни на одном предприятии, ни в одной стране, если не будет подвижка, прежде всего, связанная как минимум с производительностью. Потому что зарплата это производная от производительности. Производительность это производная от того состояния экономики, где производительность, о которой мы говорим. Будь то отдельно взятого предприятия, отдельно взятой страны. Вот почему, когда мне говорят по поводу бизнес-климата в стране и бизнес-климата в Украине, это не абстрактный вопрос. Это вопрос, например, защиты своей собственности. Если на твое предприятие вторглись и рейдеры, ты в состоянии защитить себя или нет? Или ты пойдешь в Шевченковский, Печерский суд или суд какой-нибудь там местной Житомирской области? Барышевский, например. И будешь пытаться отстаивать там свои интересы. Ты вообще их сможешь отстаивать или нет? Или там есть коррупция, или там есть телефонные звонки, или там губернатор или мэр влияет на принятие судебных решений. Поэтому вот два вопроса как минимум. Если ты решаешь, то ты действительно делаешь реальный сдвиг в экономике. Тогда реально твоя экономика начинает запускаться очень быстро. Если ты не сделаешь этого сдвига, я боюсь, что для такой страны, как Украина, ничего, вот как говорят американцы, nothing in between, ничего посередине нет. Наша ситуация сейчас такова, что у нас не может быть вот где-нибудь между здесь и здесь. Не может. Мы можем быть либо здесь, в каком-нибудь полном руине и распаде, соответствующими геополитическими последствиями, либо мы можем стать реально нормальной страной, реально нормальной, сильной экономикой, с большими заработными платами. И это не вопрос, есть у нас международный валютный фонд, нет у нас международного валютного фонда. Это вопрос, есть ли у нас силы и желание преодолеть этот путь, по которому мы пошли. Мы в состоянии протащить этот наш рюкзак, с одной стороны леса, на ту сторону, где есть деревня и где есть люди, для того, чтобы там напиться воды, нормально поесть, нормально поспать и получать уже реальное удовольствие от жизни. Вот, вот, в лесу ты не можешь остановиться. Ты здесь и двигайся в ту точку. Если ты останешься в лесу, то, скорее всего, ты там заблудишься и погибнешь, или тебя съедят серые волки, и красная шапочка тебе не поможет. Олег, спасибо большое. Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам, был гостем нашей студии. Смотрите нас в YouTube, на Политека Онлайн, подписывайтесь на наш канал. Мы благодарим всех, кто поддерживает нас финансово. Если у вас есть такое желание, то номер нашего счета есть в описании под видео. Большое спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok